С моей точки зрения урок посвящается Людве Брат Михаэль, моей дорогой жене, которая ушла из жизни в этом году и без которой трудно представить себе, как бы мы с вами могли учить книгу Ихискеэля. Кроме того, чтобы прочитать комментаторов, надо все упорядочить и в голове, и на бумаге, убрать противоречия, потому что каждый комментатор говорит иногда в своем ключе и в своем плане понять глубину текста, в смысле того, что найти нужные, действительно глубокие ответы. Вот это все мне помогала делать жена на протяжении 20 лет. Мы работали с ними над книгой Ихискеэля. Мы работали, наверное, 8 лет как минимум. Сейчас вышла вторая и третья часть. Третья часть представляет из себя схемы к третьему храму. По отзывам люди говорят, что все понятно. Есть сноски на схемы, есть тексты, есть сноски на схемы. И ты читаешь предложение, ты можешь понять, о чем оно говорит, потому что словами описать невозможно. Какая колонна, какой вход, какой поворот, какой угол. Все это очень трудно описать словами. Мы сделали схемы и к каждому короткому описанию дали сноски. Это как бы в качестве посвящения. Теперь мы с вами продвигаемся дальше. И мы возвращаемся к тексту Ихискеэля. Я сейчас попробую поднять его на экран. Тут, если Хам овладеет этим инструментом, то мне нужно... О, секундочку, да. Да, да, секунду. Замешков, Майко-хост. Вот, секунду. Он очень медленно соображает, видимо. Если вы уже нажали, то вот он только что сейчас сообразил. Так, внимание, открываем текст. Да, и я вас не буду мучить уроками повторения. Сейчас мы сразу... Так, я надеюсь, что мы видим с вами один текст без помехи. Правильно? Мы не видим, нету второго текста, который накладывается на него. Да, все нормально. Все нормально. Вот. Восьмая глава. Здесь говорится, что в шестой год, в шестом месяце, в пятый день месяца сижу я в доме моем, и старейшины Иуды сидят передо мной, и опустилась на меня там рука Бога Всесильного. Ихискеэр сидит в своем доме с учениками, куда перенес его Всевышний обратно из Тель-Авива, где его не приняли, где он семь дней, как я напоминаю вам, сидел на площади, и никто к нему не обратился. И Всевышний запретил ему, в общем-то, говорить с сыновьями Израиля, а привел его дом в закрытое помещение, где велел дать ему знаки. Знаки о разрушении Иерушалима, о разрушении Иерушалима. И вот в конце 390 и 40 дней к нему приходят старейшины и садятся рядом с ним. Они боятся заговорять с пророком, а пророк не говорит с ними, потому что ему запрещено говорить, по крайней мере, до тех пор, пока к нему обратятся с вопросом, пока заинтересуются, пока начнут говорить, пока выразят свою какую-то изинтересованность и тревогу, ему запрещено до этого момента говорить. И вот так они сидят друг перед другом, старейшины Иуды и Ихискель, и молчат. Нету никакого неразрешения Всевышнего, а рука Всевышнего всесильно опускается на Ихискель. Мы здесь с вами, насколько я помню, производили расчет, что если мы смотрим на ту дату, которая записана в этом стихе, и вспоминаем ту дату, в которую видел Ихискель первое видение, то мы понимаем, что старейшины приходят к нему в тот день, именно в тот день, или на следующий день, после того, как он сбрил все из себя волосы и дал те знаки, которые велел ему Всевышний дать. Треть сжег на изображение города, треть развеял вокруг стен города, а треть завязал в узел своей одежды. Вот после того, как были даны все эти знаки, старейшины приходят и сидят рядом с ним. И дальше говорится, что Ихискель видит образ, такой же, как введение колесницы, и этот образ как бы в подобии руки протягивается от того, кто сидит на престоле выше небес, берет его зачук на голове. И мы с вами, насколько я помню, объяснили, что это зачук. Говорили об этом, правильно? Напоминаю, что это духовный образ пророка, нереальный духовный образ пророка, потому что на нем нету волос, а духовный его образ – это нежелание, страстное нежелание того, чтобы был разрушен Рушалаем. И как бы в духовном мире он не сбрил волосы на голове, там, на том месте, который на теле человека соответствует тому месту, где накладывается тфелин, и это место соответствует Рушалаему, связи как бы с высоким духовным миром, если на теле человека это тфелин, то в глобальном плане, в глобальном масштабе это пересекается с Рушалаемом, со святая святых. Соединение духовно-материального мира – это то соединение, которое Ихискель ни за что не хотел, чтобы оно было разрушено, и не хотел, чтобы был разрушен храм, через который осуществляется это соединение, и чтобы Штена покинула святая святых. И в духовном мире это выразилось как длинный чуд на его голове, за который Всевышний берет его и переносит в Рушалаем, чтобы показать ему те грехи, которые творятся в Иерушалаеме. Те старейшины, которые сидят перед ним, они, это старейшины иуды, они как бы управляют всем народом в гула, в изгнании, и они придерживаются того же мнения, что и руководитель народа в Иерушалаеме, что должно быть восстание, и что обязательно нужно победить на выходной цара, и это возможно. И Всевышний не говорит по этому Ихискелю ничего, он только переносит его в Рушалаем, для того, чтобы показать страшные грехи, которые там делаются, для того, чтобы как бы сказать пророку. И вот совершая такие преступления, они хотят победить на выходной цара, они забывают о том, что все зависит от Всевышнего, и для того, чтобы победить, нужно исправить все свои дела, и нужно обратиться с молитвой ко Всевышнему, и заручиться поддержкой его пророков. Все это нужно сделать, прежде чем выходить на войну с новохудным царом, но они даже не исправили свои дела. Есть комментатор, да, Цофрим, который возвращается к мысли о том, что, несмотря на то, что Всевышний посылает наказание на сыновей Израиля, нужно помнить о том, что они находятся на гораздо более высоком духовном и моральном уровне, чем все окружающие народы. Те тяжелые наказания, которые выпадают на их долю, они объясняются тем, что на сыновей Израиля возложена задача исправления всего мира, и как бы те прегрешения, которые, те отрицательные вещи, те отрицательные движения и течения, которые есть в мире, связанные с этого поклонства, с неморальными поступками, в какой-то степени ответственность лежит на них, потому что если бы они возвысились духовно и божественное присутствие раскрылось через храм, через землю Израиля, то процесс исправления мира прошел бы гораздо быстрее. Если не говорить о том, чтобы он произошел мгновенно, он произошел бы гораздо быстрее. Поэтому на них возлагается ответственность за все, что происходит в мире, за все, что делается в мире. И поэтому не нужно считать, что тяжесть наказаний, она связана с тем, что якобы такой плохой народ. Нет, это народ, который намного выше других, но ответственность, возлагаемая на него, она большая, ответственность за весь мир. И мы с вами понимаем уже, мы говорили, что мы вместе с Ихиз Келем попадаем в Иерушалаем, в котором совершаются какие-то преступления, которые трудно себе представить, чтобы они действительно происходили или совершались эти преступления в его время, уж по крайней мере в его время. И мы понимаем, что Всевышний показывает ему как бы развертку времени и показывает те преступления, которые совершались раньше, для того, чтобы сказать, что они не были изжиты, не были осознаны, и их влияние продолжается до сих пор, и сыновья Израиля не могут выйти из влияния тех преступлений, которые были и совершались раньше. И вот за этот чуб, как бы за это нежелание того, чтобы Иерушалаем был разрушен, Всевышний переносит его в Иерушалаем, и вот там появилась слава всесильного Израиля, как видение, которое я видел в долине. Он перенес меня в видение, значит, где он находится. Он находится к проему внутренних ворот, обращенных на север. Есть внешний двор, есть внутренний двор, и там, и там есть ворота. И вот внутренние ворота, которые ведут во внутренний двор, с севера туда приносится Всевышний Иехискиеля. Естественно, он совершает путешествия в Иерушалаеме как бы во все времена. И он видит и преступления, и он видит, и, как мы увидим в 8 главе, он видит и разрушение Иерушалаема, то разрушение, которое еще не состоялось, не произошло. Это видение, как мы понимаем, оно предстает перед ним в 6-м году изгнания, то есть где-то за 5 лет еще до разрушения храма. А он уже видит, как Всевышний, как Божественное присутствие уходит из храма, и храм разрушается. То есть он видит прошлое и будущее. Видит и настоящее, которое преломняется в каком-то в необычном свете, в нем как бы видно прошлое, то, что уже не существует, показывается существующим для того, чтобы показать, что грехи не изжиты и продолжают влиять. И вот там появилось, слава Бога, всесильного Израиля, как видение, которое я видел в долине. То есть он опять видит массу Амеркова уже в третий раз. Мы помним, что уже в третий раз. Первый раз он его увидел около реки Кфар, около своего дома. Второй раз он его увидит в долине, куда его перенес Всевышний, около Тель-Авива. И вот сейчас он видит это видение в третий раз, как бы находясь в Ярушалае. Конечно, тело его осталось в доме. Он сидит в доме, он сидит перед старейшинами, он никуда не улетел, тело никуда не улетело, но в видении он переносится в Ярушалае и ощущает себя передвигающимся в этом Ярушалае и даже действующим там. И сказал мне, сын человека, подними-ка глаза свои, посмотри на север. И поднял я глаза свои, и посмотрел на север. Он стоит около северных ворот. И вот он смотрит на север, вот к северу от ворот жертвенника. Изображение это пробуждающее во Всевышнем верность стоит у входа. Значит, мы здесь просто, мы не упомянули, и я перескочил в нашем уроке в тех словах, которые являются повторением предыдущего урока. Давайте все-таки вернемся и посмотрим. И понес меня ветер между землей и небом, принес меня обретение по словам всесильным Ярушалаем, к проему ворот, обращенных на север, туда, где осталось подножие от изображения, пробуждающего ревности Вышнего и желание отомстить. То есть он стоит в северных воротах, и он видит пьедестал, пьедестал, основание, на котором раньше стояло изображение. Изображение это было установлено царем Минаше, который стал идувопоклонником. И нужно сказать, что изображение, которое он сделал, оно напоминало то, то, что увидел Ихискель в видении, оно напоминало колесницу, то есть, точнее говоря, ангелов, лица которых обращены на четыре стороны, которых как бы охватывают колеса. Вот такое изображение сделал Минаше и установил его у северных ворот. Оно не только стояло у северных ворот, каждый день его вносили в храм, и потом вносили обратно. Было много идей, связанных с этим. Как всегда, у поклонников есть мифы, есть свои идеи. Основная идея была то, что было пророчество, что беда должна прийти с севера. И с севера всегда была угроза для Иерушалаима от тех народов, которые были севернее, Арам, Ашур. И для того, чтобы защитить Иерушалаим, хотя у Минаше был союз с Ашуром, считалось, что с севера должна прийти беда. И вот он для того, чтобы защитить Иерушалаим, ставил этого идола у северных ворот храма, но постоянно вносил его во внутренний двор. Можно представить себе, что во время жертвоприношений, когда приносить жертву, он вносил его во внутренний двор. В трактате «Сангендрин» говорится, что Минаше залил и рушала им кровью от конца до конца. Мипелепе, как говорится, приводится цитата из Ишаягу, из шестой главы, в трактате «Сангендрин» говорится там, что это значит. Один из моментов – это то, что это тяжелое изображение должны были поднимать чуть ли не тысячи людей. И иногда кто-то из них погибал из-за того, что надрывался, из-за того, что этот идол перекашивался, из-за того, что приносить эту статую погибали люди. Поэтому говорится, что Минаше залил и рушала им кровью от конца до конца. Другой комментарий, как мы знаем, Мипелепе. Тут нужно было бы заглянуть в книгу Ишаягу, но мы представим себе как-то, что Минаше Ишаягу был дедом Минаше. Он был сильнейшим пророком. И Минаше истреблял всех пророков, и он убил своего собственного деда. Как он убил, не будем вдаваться во все подробности, он убил собственного деда, убил пророков и праведников. И об этом тоже говорится, что он залил и рушала им кровью от конца до конца. В трактате Сан-Хедрин приводится суд, который он устроил Минаше над Ишаягу. И он говорит, сказал Ишаягу, ну вот как же, как же ты говоришь, что у Всевышнего нет образа, а ты же рассказываешь о своем пророчестве, о видении, которое ты видел, что Всевышний как бы оставляет свое место, оставляет святая святых, начинает подниматься к небесам, и в твоем видении у него есть образ, сидящего на престоле. Так получается, что ты сам нарушаешь Тору, что Всевышнему нельзя приписывать никакой образ, а ты приписываешь ему образ. Вот за это я тебя и казнил. Конечно, это демагогия, безусловно, это поиск какой-то причины, чтобы казнить пророка или даже издевательство над ним, но это то, с чем он обратился к нему. И, как мы можем себе представить, Ишаягу, говорят, что Ишаягу видел все те же подробности, что видел и Ихискеэль, но он просто не описал их по той или иной причине, он не описал эти подробности. И по всей видимости, Минаше, которого он в детстве учил Ишаягу, пытаясь его, как бы, он в детстве его учил, пытаясь его вернуть на истинный путь, он ему говорил и о том, как выглядят детали этого видения, что есть престол, который над небесами фактически, или, скажем, это продолжение этого видения, он видит престол над небесами, а под ним животные, четыре ликвы у каждого, и они обращены на... Каждое обращено в одну из сторон света. Все это Минаше как бы знал, и он решил это воплотить в камни, и он сделал это, и он поставил это изображение в северных воротах храма, чтобы предотвратить ту беду, которая придет с севера, или защитить Арушалаем с севера. И Ихискеэль здесь, в этом стихе, он видит подножие, которое осталось, только как идол удален. Нужно представить себе, что во времена, что после Минаше правил его внук, правил сначала Амон, который был таким же злодеем, сын Минаше, и дальше правил его внук, царь Йошиягу, бен Амон, который уничтожил все идолупоклонство, и, конечно, уже уничтожил этого идола, возобновил служение в храме, даже прекратил служение Всевышнему на высотах, жертвы приносились в его время только в храме, и непонятно, как же там осталось основание. Возможно, основание осталось, возможно, основание не удалили, но мы посмотрим, что происходит дальше. В любом случае, если даже оно там осталось реально физически, все равно это указывает на то, что основа идолупоклонства, тот вред, который нанес Минаше за 52 года своего управления, он не был искоренен. Все понятия, все представления о Всевышнем, о мире, о взаимоотношении человека со Всевышним, все это искажено и не было исправлено. Юшаягу, как мы сказали, большой праведник, который правил 32 года, он постарался вернуть народ к служению Всевышнему, но у него это не получилось. В общем, глобально, можно представить себе так, как, опять же, это представляет страктация Медрин, что он, может быть, не понимая того сам, он действовал силой. Он истреблял идолупоклонство, он даже казнил кого-то, и идолупоклонство исчезло. Но говорят, что оно не исчезло из сердец людей. Говорят, что Юшиягу ввел полицию нравов, которые опять же, это образ, не обязательно, что это было так буквально, но образ такой, что он вел полицию нравов, которая входила в дома, а люди делали изображение идолов на двери, внутри на двери. И когда дверь открывалась, она как бы закрывала изображение изображения идола. То есть, такой образ, что идолупоклонство, его нельзя истребить силой, оно оставалось у людей, оставалось в их сердцах, хотя оно было полностью запрещено в стране, и можно представить, что в его время уж, конечно, не было никаких публичных служений Баалу или другим божествам. Это момент, это время возвращения ко Всевышнему, время к праведности, но, к сожалению, из сердец идолупоклонства не было выброшено, и к нему очень быстро вернулись после смерти, после смерти Вишияку. Ошибка, можно сказать, его, если так можно сказать, что истребить идолупоклонство нельзя только разбить в статуи, его можно истребить изучением Торы, возвращением к верному представлению о Всевышнем, и его предшественник Хискиягу, он так и сделал, когда он увидел, что его отец также Ахазду, также злодеин, похожим на Минаше, и Хискиягу Хискиягу не только истребил жертвенники идолупоклонства, про него рассказывается, что он воткнул меч в стол и сказал, что тот, кто не будет изучать Тору, будет поражен этим мечом. Естественно, что это никогда бы не было приведено в действие, но, с другой стороны, когда такие слова говорит царь, то это как бы настораживает, эти люди действительно возвращаются к изучению Торы, и про его время говорится, что не нашли ни ребенка, ни женщины, естественно, и мужское население, которые бы от Дана до Биершевы, которые бы не были знакомы с законами ритуальной чистоты и нечистоты. Это то, что было в Минахе Хискиягу. Юшаягу, видимо, это не уловило этот момент, он не ввел повсеместное изучение Торы, он рассчитывал на, или рассчитывал, видел, что не поклоняется идолам, и это было для него достаточно. И таким образом основание того, что сделал Минахе, основа, которую заложил Минахе за 52 года своего правления полностью повернув страну в сторону Ашура, культуру Ашура, сыновья Израиля начали разговаривать и писать на ассирийском, на ашурит, затем на арамейском, который Ассирия внедрил как такой дипломатический язык. Но в любом случае основа той культуры, которая вошла плотно в еврейскую среду, она не была истреблена, и здесь она представлена как основание жертвенника в пророческом видении, как основание не жертвенника, а как основание статуи, которую установил Минахе. И эта статуя вырбуждает ревность Всевышнего и его желание отомстить. Естественно, что здесь пророк говорит словами человека, иногда и Всевышний описывается словами человека, но понятие ревности возникает только тогда, когда речь идет по отношению ко Всевышнему, возникает только тогда, когда речь идет об идолопоклонстве и отомстить, здесь желание воздать меру за меру, но не для того, чтобы уничтожить, а для того, чтобы все-таки поняли и осознали глубину того преступления, которое они совершают. Слово ревность напоминает о том, что между Всевышними и сыновьями Израиля заключен союз, который похож на союз между мужем и женой и служение идолам, обращение народа к этому поклонству похоже на супружескую измену, которая вызывает ревность и гнев мужа. И вот там появилась слава всесильного Израиля как видение, которое я видел в долине. И теперь совершенно какой-то непонятный на первый взгляд непонятный момент. На мой взгляд все эти картины очень сильные. Если их представить как-то себе, то у них есть много сторон, много эмоций, которые они пробуждают. И вот здесь один из моментов подножия, которое осталось со времен Минаше, и вдруг на нем появляется видение Меркава. Видение Меркава. Как это может быть? Что это такое? Там, где стоял идол поклонства, там, где стоял идол Всевышний, никогда не проявляется. Он даже не разговаривал с Маше в городах Египта, в Мемфисе, он не говорил с Маше, он проводил его за пределы города, для того, чтобы обратиться к нему, потому что в городе идолы. Всевышний не проявляет свое присутствие там, где есть идол, а здесь на том месте, где стоял идол, вдруг Всевышний проявляет свое присутствие. Здесь дело в том, что это видение колесницы, мы говорили уже об этом раньше, это видно еще и в первом видении, оно угрожающее, в принципе, оно появилось для того, чтобы сообщить Ихискеелю, что храм будет разрушен, или это одна из задач этого видения, один из выводов из этого видения, что храм будет разрушен, а здесь как бы эта колесница, божественное присутствие приближается к Ихискеелю для того, чтобы разрушить храм, и оно показывает Ихискеелю, в чем причина разрушения храма? Причина в том, что все представления о Всевышнем, о Боге подорваны, представления об отношениях человека со Всевышним подорваны, и без этого невозможно никакое исправление, народ скатывается к идолопоглонству, скатывается к жестокости, которая свойственна для идолопоглонников, и пускай это не все, пускай есть праведные люди, но эти праведные люди, они ничего не решают, как мы увидим дальше, они не могут изменить ситуацию, это не в их силах, если в этом их вина, нет ли их в этой вины, это все Ихискеелю будет показано, но сейчас ему показано, что основы, духовные основы народа подорваны, это причина того, что это отправная точка той силы, которая приходит разрушить храм, и сказал мне, сын человека, поднимите глаза свои, посмотри на север, и поднял я глаза свои, посмотрел на север, и вот к северу от ворот, джертыненькое изображение, это пробуждающий во всесильном ревность стоит у входа, здесь потрясающая картина, он видит, он видит колесницу, потом его проносит дальше, через северные ворота, он стоял у северных ворот, и он видел это подножие, сначала пустое, потом он видел там видение колесницы, теперь его вводят через северные ворота, он идет на юг, ему говорят, посмотри на север, он оборачивается на север, и там он видит это изображение, которое изготовил Минаше, оно стоит, не только подножие, но само изображение стоит, как бы, если ты не веришь, как говорит ему Всевышний, что влияние всего, что делал Минаше, оно осталось, то посмотри, вот оно изображение, оно стоит, в духовном плане, оно никуда не делось, оно присутствует там, да, обычно люди видят физическую картину, а я тебе показываю, говорит Всевышний, духовную картину, и в духовном мире это изображение стоит там, и поклонство продолжается, и в духовном плане ничего не изменилось, они приходят служить в храм, а в голове у них, в голове у них совершенно неверные представления, совершенно неверные представления о Всевышнем, да, можно сказать, что мы всегда, да, можно представить это по-разному, какие конкретно неверные представления о Всевышнем, да, значит, важно здесь, как бы, центральный момент в этих главах, да, Это неверие в то, что Всевышний защитит, что Всевышний никуда не ушел и не отдалился. Он защитит. И проистекающее из этого неверия желание решить ситуацию своими силами. Вот защитить Иерушалаем. А когда видно, что Иерушалаем защитить трудно, надо обратиться к окружающим народам. Надо заключить с ними союзы. Заключаются союзы с окружающими народами и прежде всего с Египтом. И Хискель потом будет предупреждать, что Египет похож на трость, которая сломается и бандитца в руку. Ни союз с Идомом, ни союз с Цором. Все это не помогло. Все они бросили Иуду. Особенно Моав, который присоединился к бунту, но ничего не сделал. Набухудный царь потом совершил поход на Раббат Амон. На Амон. Мы говорим про Амон. Я сказал Моав Амон. Совершил поход на Раббат Амон для того, чтобы разрушить город, который присоединился к восстанию. Но в момент, когда нужно было помочь ему, они ничего не сделали. Это приравнивается к Идову поклонству. Политика приравнивается к Идову поклонству. Потому что политика может исходить или выражать неверие во Всевышнего, неверие в его защиту. И хвататься за соломинку. Строить какие-то планы совершенно нереальные. Нереальные в том плане, что вспомни, вспомни, кому когда помог Египет, когда это было. Нет, ты опять заключаешь с ним союз и рассчитываешь на этот союз, а не рассчитываешь на Всевышнего. Это пророк называет Идовопоклонством. Есть и другие самые разные моменты, о которых мы, может быть, упомянем, которые говорят о том, что Идовопоклонства не было изжито. Но его не изжили. Но вот это один из сильнейших моментов. Это представление правителей и в конечном итоге всего народа, что кто-то или что-то может спасти. Там сейчас починим стену, здесь сделаем. И это нас спасет. И мы спочем за своими руками, потому что Всевышний оставил землю. Это как бы прямое непосредственное, прямое непосредственное Идовопоклонство. Даже не похоже. Мы знаем, нужно вспомнить о том, что «Лои еле хай, лои махерим, альпанай, пусть у тебя не будет других богов перед лицом моим». Целый ряд комментаторов, в том числе Рамбам, рассматривают эту заповедь как запрет думать, что есть другие силы, кроме Всевышнего. То есть упоклонство в сердце, как говорится. И упоклонство – это мысль. За мысль нельзя наказать, естественно, нельзя его обнаружить, нельзя сделать репанацию черепа. Но в конце концов не все же зависит, не все определяется наказанием. Если человек верит в то, что есть другие силы, кроме Всевышнего, то он нарушает запрет Идовопоклонства. Если у него это выразится в том, что он будет приносить жертву Идовам, то, что он будет распространяться перед Идовом, то тут его Сангедрин, Верховный Иисус, может наказать вплоть до наказания смертью. Но уже когда у него есть мысли в голове, что силы Всевышнего ограничены, он ограничен в своих силах, и есть какие-то власти, какие-то силы, которые действуют на земле, все пропало дело. Это Идовопоклонство, которое коренится в голове. И вот о таких тонкостях здесь ведет разговор, Всевышний ведет разговор с Ихискелем. И опять же, я прошу представить себе эту картину. Он останавливается около северных ворот, он видит ведущих во внутренний двор, он видит сначала подножие, потом вдруг там возникает божественное присутствие, которое вроде бы отображает этого Идова. Что это такое? Запутать пророка? Нет, показать ему, что здесь корень всех, показать ему, что здесь корень всех проблемы, отсюда сила, которая разрушит храм, пойдет дальше, отсюда, с этой точки. Потом он проходит через ворота, оборачивается назад, и там стоит Ибел. То есть мы понимаем несколько доведений, задача, если так можно сказать, задача Всевышнего – объяснить пророку, насколько Идовопоклонство сохранилось в народе. И, скажем, если так можно сказать, та же самая задача, я просто не знаю, как подобрать слова, условно говоря, та же самая задача стояла перед Всевышним в период царя Юшиягу. Как объяснить ему, что Идовопоклонство не ежито, что то, что он запретил поклонение Идовам, это не значит, что он удалил Идовопоклонство из сердца, это не значит, что он исправил сыновей Израиля. Как это ему объяснить? А здесь Ихискель, как пророк, он это видит своими глазами и должен, обязан понять, что ему показывают. Естественно, как мы с вами говорили, каждому пророку дается сила понять видение, но все равно от него требуется большое напряжение для того, чтобы понять смысл того, что показывают ему. «И сказал мне, сын человека, видишь ли ты, что они делают? Мерзости великие, которые и дом Израиля творит здесь, чтобы отдалить меня от святилища моего. И еще раз посмотри, и увидишь и другие мерзости великие». Задача Минаше была в том, чтобы отдалить божественное присутствие от храма. Нам, может быть, сегодня трудно понять все эти выверты психологические человека того времени, но это факт, они как бы эти выверты, эти странные ходы мышления, они были. Минаше не отрицает, как и все люди в мире, не отрицает наличие в мире Творца. Раньше это было невозможно. Люди ощущали, духовную силу они ощущали. И Творца никто не отрицал. Другое дело, что идолопоклонники не хотели поклоняться Творцу или считали это бесполезным, а предпочитали поклоняться тем силам, которые были сотворены им, и которые, по их мнению, они когда-то восстали против Творца. Это силы, которые ближе к природе. И зачем поклоняться тому, кто далеко? Надо поклоняться тому, кто ближе. У Минаше еще другая. И Минаше прекрасно знает, что есть божественное присутствие. Он недаром хочет истребить пророков, чтобы не было пророков. Он верит в пророчество. И как не верит в пророчество? Конечно, верит в пророчество, когда с ним рядом, когда его дед Ишаягу, один из сильнейших пророков за все времена. Как не верит в пророчество? Он верит. Но он хочет оттолкнуть божественное присутствие, чтобы Всевышний не мешал. Почему? Потому что он, как сын Израиля, как еврей, он знает, что Всевышний здесь и что он требовательный. Он требует и это, и это, он требует духовной высоты, он требует высокой морали, он требует верить в него настолько, чтобы полагаться на него и не заключать союзы с другими народами, союзы бесполезные. А Миноше не хочет идти за этими требованиями. Он не хочет, он считает, что можно справиться со своими силами, поклоняясь божествам. Поэтому божественное присутствие надо оттолкнуть, чтобы оно не было здесь, чтобы оно не присутствовало. Один из моментов оттолкнуть божественное присутствие – это истребить пророков. А другое – сделать все, чтобы божественное присутствие не было в храме. Внести туда идола, вот как можно более уродливого с духовной точки зрения, внести туда идола, чтобы оттолкнуть божественное присутствие. То, что называется лаохиз – делать, чтобы рассердить Всевышнего. Опять же, можно сказать, что это очень какой-то психологический выверт, о котором даже Фрейд не описал. Но это факт. Это было у нескольких царей. Первый раз, наверное, мы встречаемся с этим у Ахаза, затем у Минаше, сына Хискиягу, у Амона. И вот это, пожалуй, те цари, которые хотели оттолкнуть божественное присутствие. Хотя и дальше были цари, которые не придерживались Торы, кроме Минаше и Амона. И привел меня во входу во двор и посмотрел, и вот отверстие одно в стене. После того, как он увидел результаты в долбоконстве, теперь он смотрит, что делают люди. И сказал мне, сын человека, расширь отверстие в стене, и расширю я отверстие в стене, и вот вход какой-то. Это происходит все в видении. И, безусловно, Всевышний мог показать Ехискелю все сразу. Не обязательно было показывать маленькое отверстие, через которое трудно увидеть. Но, опять же, в видении, это все происходит в видении, как бы во сне, только гораздо сильнее, чем в сон. Ощущения гораздо более четкие и сильнее, чем во сне. И Всевышний говорит ему, расширь это отверстие. Плохо видно, расширь это отверстие. Почему? Потому что, опять же, у Ехискелия есть внутренний протест. Он не хочет все это видеть, он не хочет все это смотреть. Ему тяжело видеть в святом городе, в Ярушалаиме, в котором он был, в котором он приносил жертвы, как Каген, служил, как Каген, в котором ему было пророчество. А сейчас его Всевышний переносит Ярушалаиме, показывает его самые темные стороны с духовной точки зрения. Все это тяжело видеть Ехискелю. И Всевышний для того, чтобы, если так можно сказать, преодолеть его сопротивление, он обязывает его делать самому. Вот есть отверстие, через которое не видно, а ты расширь это отверстие сам. И будет видно тогда. Это как бы преодоление его сопротивления, нежелания смотреть на то, что ему показывают. И сказал мне, войди и посмотри на мерзницы злодейские, которые они творят здесь. И вошел я и увидел. И вот самые разные изображения пресмыкающихся и животных для отвратительных действий. И всех идолов Дома Израиля вывезаны вдоль стен по кругу. Опять же, этого нету сейчас. Это было во времена Минаше. И в храме были помещения, где поклонялись всевозможным идолам и идолам Дома Израиля. Дом Израиля – это то, что пришло из Северного царства, Бааль, который из Северного царства пришел в Южное царство. Все это вырезано вдоль стен. И изображение пресмыкающихся и животных для отвратительных действий. Пресмыкающиеся, мы понимаем, что сами по себе пресмыкающиеся вызывают мало эстетических чувств. И это как бы, если так можно сказать, уже совсем низшая форма идолопоклонства, когда поклоняется змеям и мышам, и всему, что ползает по земле. Это даже уже не бык, который олицетворяет какую-то силу, а то, что отвратительно, копошится. И вот человек доходит до поклонения этому. Это, как правило, приходило из Египта в большей степени. Животные для отвратительных действий – это может быть и принесение жертв, и это может быть и совершение развратных действий. И всех идолов дома Израиля вырезаны вдоль всех стен по кругу. И здесь можно представить, что какие-то изображения были действительно вырезаны. Но главное, что то, куда приводит Всевышний Ихискель, мы видим в следующем стихе. И 70 человек из старейшин дома Израиля, Язниягу, сын Шафана, о котором надо будет поговорить, стоит среди них, стоящих перед ними изображениями, и в руке каждого совок с углями поднимается пустое облако воскурений. Опять же, мы представляем себе, что возможно, что этих изображений в действительности их и нет. Трудно сказать, были ли они или когда-то были, но сейчас их в Краме точно нет. И Сангедрин уж точно не воскуряет перед этими изображениями, не приносит им жертвы. Как всегда, здесь нужен какой-то поворот для того, чтобы понять, что происходит. И как мы увидим дальше, наказание приходит на людей высокого уровня, которые в том числе сангедрием судьи, которые ничего не делают для того, чтобы истребить культ этого поклонства из страны. И мы знаем с вами, что союз, который был запрещен при входе в землю Израиля, на горах Герезима и Ибаль, он предполагает ответственность каждого за каждого, как бы один за всех и все за одного. То есть, предполагаю, народ, который живет в земле Израиля, это взаимная ответственность, не коллективная, а взаимная. В каком плане? Те преступления, которые совершаются. И ты можешь их остановить. А, естественно, ты – это не всегда просто простой человек. Часто это и царь, ну, наверное, прежде всего, и сангедрин, и, скажем, да, шотрин, полицейские органы, они должны были бы остановить преступления, самые разные преступления, убийства, и в том числе и до упаконства, они ничего не делают. И Ихискелю показывается, что их ответственность такая же, как будто они сами все это делали в храме. Как будто они в храме, пришли в храм и делали это, производили все эти отвратительные действия, поклонялись всем этим отвратительным животным в храме. Они там не поклонялись, и им они не воскуряли. Но одно то, что они не попытались исправить ситуацию в стране, у каждого были свои причины, для этого у каждого были свои отговорки, ответственность на них возлагается такая, как будто они сами совершали эти преступления, и не только где-то в стране, в городах, а совершали их в самом святом месте, совершали их храме. Вот эти все отвратительные действия сами. Это сенгедрин. Сенгедрин, который не идолопоклонники. Они бы, если бы им такое сказали, они бы сказали, да вы что, мы никогда не выклонялись, мы не приносили никаких воскурений, вон, зайдите в наше помещение, в Лешкаде-Гази, в помещении заптесанного камня, где сидит сенгедрин, там нет никаких изображений, и что это он раскопал, и что это ему было показано. Это то, что бы они сказали, если бы имя Хескель рассказал это видение. Но мы понимаем, о чем идет речь. И сказал мне, видел ли ты, сын человека, что старейшим домом Израиля делают в темноте, каждый в комнате с полом каменным, ибо говорят, не видит нас Бог, оставил Бог землю эту. Они говорят это или не говорят это, это неважно. Они ведут себя так, как будто Бог оставил землю. Не видят ничего, не видит нас Бог. Оставил нас Бог, не видит. Это вытекает из их поведения, из того, что они делают. Сидят, ничего не пытаются предпринять для исправления в духовном плане в ситуации в стране. Одобряют заключение союза, поддерживают восстание против Новогудныцара. Все это бесполезное совершенно собирание оружия и укрепление стен, заключение союза с другими народами. Это так, как будто они говорят, не видит нас Бог. Потому что есть пророк Еревьях, он говорит, он обращается к ним. Они ведут себя так, как будто всего этого нет ничего. И Бог оставил землю. И давайте здесь остановимся. Если хочется что-то спросить, то пожалуйста. Мы просто... Я думаю, не знаю, как ваше желание. Мне кажется, что надо пройти по всему тексту. Если вы скажете, что надо выбрать наиболее яркие моменты, мы можем выбрать наиболее яркие моменты и что-то пропустить. Но мне кажется, что наша задача прочитать текст. По крайней мере, приблизительно представить, как он читается, о чем идет речь, чтобы он перестал быть какой-то загадкой, каким-то ревусом или того хуже, вообще чем-то неправдоподобным. Хорошо. Равзеев, давайте дальше по тексту, пожалуйста. Действительно, ничего не пропуская. Тем более идет упоминание о названии Идала Томус. Тоже было... Хотелось услышать. Окей. Можно вопрос? Да, пожалуйста, конечно. Равзеев, я вас понял, может быть, неправильно, что вот это вот место, по-моему, 10-й пасуг изображений идолов Дома Израиля. Я так понял, что вы прокомментировали, что Дома Израиля, то есть Северного Царства. Ну, в общем, да. Только, да, это... Но тоже те же самые слова Дом Израиля употреблены в 12-м пасуге старейшин Дома Израиля. Значит, представить себе, что Сан-Ядрин, если он вообще существовал в Северном Царстве, приехал в Иуду... Нет, 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 нет. Это вы правы, да. Хорошо. Я возьму это на домашнее задание, потому что мне сейчас трудно сказать. Проблемы мы понимаем, да? Проблемы мы понимаем, потому что у Дома Израиля... Нет, проблема вообще понятна, да. Да, у Дома Израиля нету идолов. Все идолы, они приобретенные откуда-то, да? Да, да, да. Если кому поглонялись, то это Бааль, это кананский идол. Если во времена Минаше были идолы из Ашура, так это были идолы из Ашура. Нету тех идолов, которые можно назвать идолами Дома Израиля. Я посмотрю, вы правы. Это верно, но дело в том, что в моем понимании идолы Дома Израиля это, может быть, с тем же успехом те идолы, которым стали поклоняться в Иудее, а не в Северном Царстве. Вот я, так сказать... Ну, да. Тогда как бы все сходится, так сказать, это не Северное Царство, а это грехи и, так сказать, реальность Южного Царства. И, значит, идолы, и старейшины. Это все относится к Южному Царству. Тогда все сходится. Нет противоречия. А, ну, если так, то мы тогда... То я, в общем-то, я как бы и в эту сторону как бы и кломил, что идолы Дома Израиля это те идолы, которые были привнесены из Северного Царства. Мне так представлялось. Вы с этим согласны? Можно это принять? Дело в том, что в моем понимании в Иудее тоже было, в общем-то, идолопоклонство. Им тоже было у кого это воспринять. В моем понимании речь не может идти о том, что вот они смотрели как в Северном Царстве. Ну, давайте и мы тоже так сделаем. А у них у самих на территории Южного Царства ничего подобного не было. Так что они могли только из Северного Царства это воспринять. Боюсь, что это было не так. Мне кажется, что вы правы. Потому что там упоминается некто, кто не упоминает в Северном Царстве. Волката Шамая какая-то такая в пророке Ремиягу. Согласен. Согласен. Беру как домашнюю работу. Посмотрим. Без Седора. Проблему поняли. Я согласен, что есть проблема. Беру как домашнюю работу. Хорошо. Спасибо. Есть что-то еще, что хочется сказать? Ладно. Даже я не знаю, как это сформулировать. Потому что, понятно, в их ситуации, когда они не слушали Ремиягу и шли, их неверие во Всевышнюю выражалось в том, что они не слушали его и строили собственную политику. на основании собственных соображений, как им правильно. Но в ситуации, когда... Это действительно только вопрос. В ситуации, когда нет пророков, Всевышний ждет от нас, чтобы мы сами из собственного разумения оценивали все-таки политическую ситуацию и поступали правильно. не всегда очевидно, вообще говоря, как нам нужно в какую ситуацию поступать, когда на кого-то можно опереться, когда на кого-то нельзя. Приходится как-то заключать союзы какие-то. И в сложной политической ситуации нам действительно реально сложно принимать правильные решения. Не всегда же это означает, что если мы заключаем союз с кем-то, что мы на Всевышнего не полагаемся. Это правильно. То, что вы говорите это правильно, то здесь гораздо сложнее, чем можно или нельзя. Мы привыкли воспринимать, что мы живем по Галахе, можно или нельзя. Кроме Галахи есть еще многие-многие тонкости. И эти тонкости, как вы тоже отметили, они упираются в вопросы веры. Думаю, что, скажем, человеку, скажем, если говорить о политическом уровне, если говорить о политическом уровне, человеку поможет принимать правильные решения, его правильное мировоззрение, вера, которые воспитываются на протяжении многих лет, на протяжении многих лет с детства. Это может помочь ему принять правильное решение. Я приведу два примера, тоже они, может быть, не очень четкие, но все-таки, скажем, нафтали Венетт, он когда еще не был главой правительства, есть много критики по отношению к нему, я не хочу в это вдаваться, я, честно говоря, и не очень понимаю, что сегодня происходит, но когда он не был главой правительства, когда он был министром обороны и выступал как член Кнессета, разговаривал с американским представителем, он доставал из кармана монету периода Хашманаев и говорил, смотрите, здесь написано Иуда, вот как же народ, как же народ, который называется Иуда, может оккупировать Иуду, то есть диалог с другими, диалог с другим народом, естественно, что, скажем, я думаю, что это влияет на, как бы, и такое мировоззрение, такой подход, такой ответ, он влияет и на политику. Приведу еще один пример Натаньягу, это было очень давно, я не помню, как минимум 10 лет назад, может быть, больше, когда его критиковали за подрыв отношений с Америкой, он неожиданно сказал, а нам не нужны очень тесные отношения с Америкой. Это взгляд людей на вещи, людей, которые, может быть, не всегда до конца умеют провести в жизни свое мировоззрение, где-то они ломаются, и все, но, по крайней мере, это попытка представить вещи по-другому, это люди, которые мыслят по-другому, один не готов разговаривать об оккупированных территориях на основе всей нашей истории, другой понимает, что слишком тесные отношения с сильным партнером, которые все время на тебя давят, они не нужны, а пусть они тоже поймут, что им нужны отношения с нами, что мы не боимся их давления или ослабления отношений, мы им тоже нужны, еще как нужны, то есть, это другой взгляд, другой совершенно взгляд на вещи, на политику, на это какой-то, и мне кажется, что это зависит от воспитания, от семьи, от установки, и это просто так не возникает на ровном месте, а вся политика, которую сегодня мы видим в Израиле, доминирующая, и левая сторона, понятно, что это тоже результат воспитания, понятно, что это результат тех ошибок в воспитании, отказа от традиции, отказа от традиции, которые уже на протяжении многих лет или даже уже многих поколений, то, что происходит в левых кругах. И это неоднозначно, сейчас мы раз разорвали отношения или мы установили отношения, просто если говорить о нас, если говорить о нас, для нас это дух, это понимание, и в частности это один из сильных моментов необходимости изучения пророков. Как мы с вами видели, можно написать много книг и философских, и по хасидизму, и вся придет пророк и скажет тебе, изгнание отвратительно, как пища, приготовленная на человеческом планете. Все, он припечатал тебе, и это на все времена. И потом ты рассуждай, не рассуждай, почему можно жить в Галуте, или нельзя жить в Галуте, когда придет Машех, или когда он не придет, пророк тебе припечатал. Это ценность изучения пророков, потому что после пророков, как мы понимаем, наши представления очень сильно нивелировались. Мы не видим ничего, никакой проблемы, мы не видим в том, чтобы заключать союзы с народами и так далее. Не берусь судить, но может быть многие союзы и договоры, может быть они заключаются правильно в нашей обстановке, но по крайней мере нужно держать в голове, что мы никому ничего не должны, и на самом деле сила за нами. Если ты это держи в голове, то и политика будет другой. И мне кажется, представляют, что это как бы выводы на наши дни. То есть нельзя все как бы примитизировать и сказать конкретно. Можно, нельзя. Можно заключать союзы, нельзя заключать союзы. С точки зрения Галахи можно заключать союзы с народами, которые не живут в земле, не живут в земле Израиля. С ними с точки зрения Галахи можно заключать союзы. Но мы видим, что опять же все не кончается формальным решением. Можно, нельзя. Какие союзы, когда, при каких обстоятельствах. А если пророк говорит, что нельзя заключать этот союз, это совсем другое. И опять же, еще раз, когда нету пророка, сегодня очень много зависит от воспитания, очень много зависит от изучения пророков, которые показывают, политикам надо было бы изучать пророков. Но что делать? Кстати, я не знаю, как сейчас, одно время была традиция такая, что был урок по пророкам у главы государства в Израиле регулярно в его резиденции. Даже я какой-то видел сборник в свое время. Это первый маленький шажок. Первый маленький шажок, дальше нужно изучать честно. Там интересные были уроки в свое время, я какие-то смотрела, но сейчас я просто не знаю, это когда-то мне попалось давно. Может быть, сейчас это уже не практикуется. Так что я еще раз хочу подчеркнуть, что мы с вами заняты очень важным делом. И если нам кажется, что мы люди такие глубоко частные, так можно сказать, хорошо. Значит, мы делаем то, что мы можем, и делаем очень важный шажок. Начинаем понимать пророческие тексты, начинаем понимать, насколько они тонкие. Это и развивает мышление, это и воспитывает, и все, что угодно. Равку говорил, что есть еще опосредственное влияние от текстов пророков, именно от текстов пророков. Он говорил, что всякий, кто соприкасается с тех нами пророков, он получает свет пророков, то есть опосредованное влияние. Будем надеяться, что это так, будем стараться дальше. Спасибо большое всем за внимание. Я уже жду следующей встречи с Божьей помощью. Разве, можно я скажу пару слов для Руд? Да, пожалуйста. Если вы считаете уместным, как вас зовут? Простите, потому что мне приятно всегда понимать, с кем я разговариваю. Я здесь фигурирую как юзер, меня зовут Вэлвел Шмуэль. Очень приятно. Живой, я говорю в Салиме, очень приятно. Руд, не бойтесь его, он очень мягкий и хороший человек. Нет, нет, что вы, это не после 4-х месяцев войны. В Украине он более страшный человек, чем вы. Вы неделю назад сказали, что о том, что вот мы наблюдаем, не то, что наблюдаем, но в общем, что каждое поколение уровень, духовный уровень каждого поколения снижается. Помните эту вашу мысль? Еще как, да. Помню. Я очень не поняла настроение. Так вот, я вам хочу сказать, что мы стали свидетелями великого чуда. Русские евреи, которые в течение 70 с лишним лет были оторваны от своей традиции. Я вырос в Москве и, так сказать, я знал, что я еврей, но что меня хоть к чему бы то ни было это обязывает, я ничего не знал. Я не знал, что такое Симхастойра. Моя первая жена меня тянула к синагоге на горке, говорит, по пляшам на Симхастойра. Мне как бы, ну, что такое поплясать, я знал. Вот. Ну, что такое синагога, приблизительно представлял себе, что как бы все это соединить, не то, что у меня не получалось, но просто она могла мне что-нибудь по-китайски сказать, примерно бы, вот я столько же и понял бы. Вот. И, тем не менее, вот это возвращение на наших глазах произошло. Разумеется, непонятно, что не всех, но это движение и осознание своего еврейства получилась, причем у евреев, которые вообще считались, так сказать, отрезанным ломтем. Большое количество евреев, так сказать, в России было, как известно. Одна из, наверное, там после Америки, наверное, вторая была на тот момент община количественная. Так что, вот я считаю, что мы можем, так сказать, в этом смысле все-таки радоваться, что вот мы... Ну, правильно, но мы, по-моему, пришли к этому изучению, что если смотреть со стороны силы души, а то, что вы рассказываете, это действительно свидетельствует той силе души, то тут как бы непонятно, какое поколение сильнее. Со стороны знаний и так далее, это все, может быть, предыдущие поколения возможно. А со стороны силы души наше поколение оно очень-очень как бы обнадеживает. Я думаю, что даже и это как бы по-разному бывает, что касается прежних поколений, потому что у меня есть добрый знакомый, который живет под Москвой, фамилия его Кац, и по понятной причине у него были так сказать идеи проверить не коин ли он, поскольку отец ему этого не сказал, значит, он решил его родителей откуда-то из-под Винницы. И он поехал туда, значит, вот искать свои корни. Значит, своего коинства он не обнаружил, но он обнаружил, что там жила до войны община, у которой уже давно не было раввина, и они соблюдали традиции, они уже не знали, зачем это. И, в общем, так делал мой отец, мой дед. И все. А в чем смысл, они уже не знали. Это к вопросу о том, как, так сказать, поколение то или иное может, так сказать, деградировать, если, так сказать, употреблять сильное слово. То есть, я хочу сказать, что не всегда все было так хорошо. Благодарю вас за ответ. Сделаем вывод, да? Рут, вы что-то хотите сказать, пожалуйста? Да, если позволите, просто Шмуль действительно адресовал много текста мне. Я не заслужила, честно. Мой вопрос был очень эмоциональный, женский, наверное, вот и все. Но большое вам спасибо, что вы объяснили. Я вам скажу так, что то, что вы говорите, и мне знакомо в плане переживаний, действительно. конечно. Но есть некое ощущение бессилия просто от реального понимания, ну, даже уровня знаний, понимаете? И в конце концов, действительно, может быть, в нашем поколении вера может возродиться так, как никогда ранее. Именно ощущение того, что нет ничего, кроме Творца, потому что все рушится вокруг, все идеологии, они сейчас рушатся, все, что вот прикрывалось ширмами, это все рушится как никогда раньше. И это действительно великое время, оно тяжелое, наверное, как любое великое время, оно тяжелое. Но благодарю Всевышнего за это чудо, что вот мы с вами можем разговаривать. Несмотря на грады, о которых Равзаев меня спросил, а до меня даже не дошло, вы понимаете? Я как-то уже, мне так надоело, как люди извращают понимание природных явлений и придают название разным орудием убийства, ну, таких природных, пионы, грады, вот, но в целом вот это вот чудо, понимаете, что действительно там пару дней назад такие его ракетами откуда-то били, а я с вами разговариваю. И я верю только в то, что это воля Творца. И все бессилие человека, который борется с Творцом, оно вот сейчас вот просто раскрывается невероятным образом. И каждое слово пророка Ихискеля, которое мы сейчас учим, оно необычайно важно, необычайно вовремя, за что я благодарна Равзаеву, за каждое слово, которое Равзаев заслугой своей жены вместе вот помогает нашим душам становиться сильнее и светлее. Благодарю, большое спасибо за урок. И всем большое спасибо, что вы выслушали. Руд, приезжайте. Вам мира и безопасности. И вам также. Всем дам. Дохранит нас Всевышний. Спасибо большое. Вот я прощаюсь со всеми. Самое-самое доброе. Спасибо всем. Оставайтесь с нами. Я шуткох. Я шуткох.